Еще три года назад здесь играла музыка, стояли летние столики, а в пруду плавали утки. Теперь на этом месте горы мусора, запустение и разруха, а заброшенное здание облюбовали бездомные. Несколько лет назад в этом кафе Екатерина праздновала свою свадьбу. Теперь старается обходить полуразрушенное здание стороной. Рассказывает каждый вечер, в нем собираются наркоманы и бездомные. Мусор, свалка постоянная, вонь постоянная. Как бы и так дышать нечем у нас. Еще это безобразие, конечно, не самое приятное. Да и вообще детей отпускать страшно, потому что творится вообще. Сюда невозможно вечером выйти поздно. Не только за детей, за себя опасаешься. По всей территории бывшего кафе разбросаны пустые бутылки и использованные шприцы. Внутри разбитые зеркала, пакеты с мусором. Нет ни окон, ни дверей. Валентина живет в соседнем с бывшим кафе доме. Говорит, постепенно здание разбирают по кирпичам. Несколько раз его пытались поджечь. Мы все против. Во-первых, здесь антисанитария. Там, вы видите, что делается. Гадюшник какой-то. Летом мы женщины содрали цепочку. Среди белого дня мы боимся мимо идти здесь. Если нам надо в тот дом, мы вот так вот обходим. Разве приятно на все это смотреть? И сразу все это разбомбили. Вот душа прям кровью обливается. Вот я вам правду говорю. Жалобы в милицию местные жители пишут с прошлого года. Правоохранители рассказали, что работают над решением проблемы. Согласно проведенного анализа, роста преступлений и нарушений общественного порядка на данной территории не допущено. К данному адресу приближены наряды патрульной службы, ГАИ и государственные службы охраны, которые, в свою очередь, охраняют общественный порядок и безопасность граждан. В прошлом году владелец этого здания скончался. Его родственники вступать в права наследования не спешат. А пока земля находится в частной собственности, районные власти повлиять на ситуацию не могут, утверждает Денис Чуприна. Когда год после его смерти пройдет, тогда начнем заниматься, инициировать о том, чтобы та земельная участка, которая выделена под кафе, перевести его в землю города. Но это через судебные решения, через контролирующие органы. Решить проблему районные власти не смогут еще минимум несколько месяцев. Поэтому пока местным жителям советуют навести порядок на территории своими силами. Екатерина Бараханяк, Руслан Новиков, Панорама.